Дорогой мой, ну в этом я тебе помочь, тоже не смогу, но мы можем сделать настоящую маску ниндзя, но почему бы нет в стилях Angry Birds, просто шикарно и невероятно, да-да, это просто, ничего здесь сложного нету, дорогой мой красненький птиц. Напиток, конечно же, был шикарный, данный, но будем, к счастью, использовать то, что от него осталось, то есть, пластиковая бутылочка, нам больше ничего не нужно, первое, что нам нужно сделать, это срезать с помощью любого ножа, или канцелярской, либо, наверное, верхушка и донышко данной пластиковой бутылки, здесь самое важное, чтобы бутылочка была абсолютно ровненькая, без всяких там уклончиков и всякой другой пакости, нам нужно вырезать такой ровненький цилиндр, а потом разрезать ее пополам, получается прекрасная заготовка, которая нам нужна. Будем использовать для примера маску лица человека, потому что это действительно размер лица, ну, естественно, подмеряем для себя, нам нужно сделать отверстие, вы не поверите, для чего, для нашего любимого носика, для того, чтобы он туда помещался практически полностью, да, это невероятно, удобно, хорошо и просто замечательно, в стиле Angry Birds, получается как бы ниндзя, посмотрите, вырезаем тырочку, чтобы она туда помещалась, что это нам дает? Дает, что маска будет полностью к лицу прикладываться и носик свободно надежит. Так, теперь делаем небольшие два отверстия, с одной и с другой стороны, сначала отмеряем, а потом с другой стороны, такой же самый отмеряем меточку. Накаляем гвоздик или кусочек проволоки на обыкновенной зажигалке или что у вас там есть, без разницы, все подойдет, естественно, с помощью, удерживаем, естественно, с помощью паскогубцев и делаем отверстие. Рядышком возле него делаем еще одно небольшое отверстие, то есть нам нужно вот таких две красивенькие дырочки с каждой стороны, где-то в центральной части всей маски. Так, следующий шаг, нам нужно обжечь как центральное отверстие, так и всю маску по кругу. Следующая часть, наверное, простенькая, берем небольшой кусочек от бутылки, нам нужно, чтобы оно было где-то размера чуть-чуть больше, чем действительно нос человека, для которого делается маска. Ну, прекрасно, большой кусочек, нам где-то нужно вырезать вот такой большой ромб для того, чтобы сделать саму маску, потому что мы будем делать именно, как, возможно, допомнить, у SubZero спереди была маска. Вырезаем сначала вот этот вот ромбик большой, не очень такой остренький, и теперь мы будем или можем просто сделать в виде клювика, вот здесь, вот таким вот образом приклеить, как вы пожелаете, это будет тоже прикольно получиться, как клюв настоящей Angry Birds птицы. Ну, если мы взяли, делая все-таки маску ниндзя, значит нам нужно с этой стороны ромбик чуть-чуть вот так пригнуть, ну, выровнять, чтобы оно нормально держалось, и мы будем вот эти остренькие кусочки отреживать. Они нам не нужны совершенно, и теперь будем приклеивать с помощью любого клея вот в этой части. Здесь подходит любой практически клей, и суперклей, и силиконовый горячий, и резины, это практически любой нормальный хороший клей, который туда подходит. Итак, капелька, в данном случае горячего силиконового клея, прикладываем сюда, с этой стороны, капельку, также с другой стороны, естественно, в одной достаточно точечке, одну капельку горячего клея, и оно прекрасно будет держать. Нормально, чуть-чуть тихо, ничего страшного, она все равно будет нормально держаться. Посмотрите, уже наша маска начинает приобретать определенную форму. Ну, какая-то эта маска, ну, это просто пока что кусочек, ну, пластика. Естественно, нам нужен небольшой шаг, чтобы превратить вот это произведение практически искусства на настоящую маску, скажем так. Итак, последний тест. Нам нужно попробовать наше произведение искусства на лицо человека, или на, в данном случае, на маску лица человека. Итак, хорошо все держится, нос помещается, маска держится. Шикарно. Теперь, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать контуры наших глаз. Как вы понимаете, небольшое все-таки смещение глаз у людей есть. Итак, вводим аккуратненько по кругу, относительно плюс-минус оставляем зазор, достаточно большой, чтобы было удобно все видеть и хорошо. Через бутылку прозрачную шикарно видно. Ничего вырезать не нужно. Мы сделали просто наметочки, и теперь рисуем то, что вам взбредет в голову. В данном случае, я хочу сделать, ну, что-нибудь такое. Итак, делаем все-таки треугольный такой вот клювик с этой стороны. Сначала я хочу, именно, как у Субзера, сделать решеточки, посмотреть, как будет смотреться. Кстати, довольно, ребят, все-таки неплохо смотрится. Проводим чертные линии внутри. Можно, например, коричневым или синим, или красным заделать. Тоже шикарно получается. Как бы забрало настоящего Субзера. Теперь, что нам нужно сделать? С помощью штриховых линий, как бы сделаем перышки нашей красной птички. В нижнюю часть делаем черненький. Ну, почему-нибудь просто не было желтенького мастера для того, чтобы сделать ничего. Черненький тоже нормально затуширует и нормально создает, как бы, контуры нашей птички. Хорошо, только нижнюю часть выше глаз не поднимается. Там мы будем использовать совершенно другой цвет. Нормальненько получается? Хорошо. Но все-таки клювик должен быть у птички черненький. Иначе лучше всего закрасить. Я крайне советую закрасить полностью вот эту часть забрала черный цвет. Благодаря этому ваш нос, ваш рот не будет видно, что вы там разговариваете. И наша маска будет выглядеть просто невероятно устрашающе. Красиво смотрит просто шикарно. Отлично. Теперь нам нужно взять следующий фломастер для того, чтобы раскрасить верхнюю часть нашей маски. В данном случае будем использовать красный. Ну, так как наш птиц красный. Ну, естественно, он яростный. Соответственно, глаза должны быть обведены красным. Этого вполне достаточно. Теперь небольшие штриховые линии сверху. И у нас получается как бы красное яростное оперение нашей птички. Я не знаю, как это красного монстрика зовут, который постоянно обижает свинок, несчастных. Но благодаря этой маске мы можем уже практически приступать к следующей части. Здесь еще не хватает буквально резиночки для того, чтобы подсветить на голову. И можем идти на охоту на свиней. На зеленых свиней, которые являются мутантами. О, свинки проснулись. Ну, какие бы... Ну, да, конечно же, порода зеленых чернобыльских свиней заслучилась. Ну, конечно же, мы не мутанты. Итак, посмотрите, как шикарно смотрится наша маска. Резиночку заставляем. Все прекрасно в двух точках держится. Шикарная, удобная, общая ши... Просто невероятная маска. Посмотрите. Сблизи. Естественно, рисуночек можно сделать, какой вы пожелаете. Трансформеров, каких-то героев, мультфильмов, аниме, да чего угодно. Это просто образец, чтобы оттолкнуться. Можно забралась в передней виде клюва сделать, как я сделал. А квадратная, стандартная или что-нибудь... Нечто невероятное. Посмотрите, как хорошо скручивается в рулончике. Хорошо и удобно переносить куда угодно. Маленькая, удобная, практически не минушаяся. И много раз можно использовать. И главное, легко и быстро и бесплатно. Буквально любое дело. Сделать отверстие и приклеить сверху забрала. Плюс разрисовать. Легко, просто и просто невероятно интересно. Ладно, ребят, веселых поделок всем.